Здравствуйте! В эфире передача «Время. Арт». Сегодня мы говорим обо всем красивом, что нас окружает, но называется модным словечком «дизайн». Об этом членом Белорусского союза дизайнеров Оксаной Красницкой. Оксана, итак, что же это такое? Дизайн слышали все, все про него знают. Дизайн кухни, дизайн платья и так далее. А по-настоящему, если серьезно, что это такое? По сути, дизайн, как и раньше, так и сегодня, это проектирование среды и предметов. Безусловно. Само понятие дизайна возникло в 2019 году в Германии, в 2020 году в Москве, и с этих пор вошло в обиход. Само по себе явление дизайна очень древнее, по сути, пещерное. То есть самые первые предметы быта, инструменты – это уже разработки дизайнеров, пусть первобытных. Это адаптация предмета или окружающего пространства для удобства человека. Другими словами, тоже новое модное слово – эргономика. По сути, это совершенствование предметной среды. И часто доведенное до искусства. Сейчас дизайн – это еще и проект красоты, безусловно. Потому что вот этот синкретизм, слияние практичного и красивого – это и есть задача дизайна. Смотрите, дизайн городской. Можно ли у нас говорить о целостном городском дизайне? Конечно, такой, как Рим, Венеция, наверное, вряд ли. Но мы можем такого достигнуть? Бывает он? Или в каждом районе, каждая улица как-то по-своему, каждый город? Да, вот правильно сказали, что каждый город. Венеция и Рим – это город произведения искусства. Это шкатулка, которую закрыли и сохранили. Он закончен. То есть там все доведено до совершенства на тот период времени, когда это было актуально. Они сохраняют, не разрушают. Новый город – это новый город. Пока живет человек, пока существует человечество, мы будем совершенствоваться, и будет что-то меняться и становиться лучше. Конечно, можно. Нет ничего недостижимого, безусловно. У каждого города есть свое лицо, иначе мы перестали бы путешествовать. А можно ли говорить про сельский дизайн? Мы сказали городской, вот как-то можно сейчас. А на селе? Ну, районный центр, понятно. А сельские жители тоже пытаются сами как-то делать. Но одинаковые дома, одинаковые полисадники. Вот туда приходит какой-то вкус? Есть там сейчас такое? Пошло вслед за городом? Немножечко. Приходилось вам сталкиваться? Я знаю, в районном центре вам приходилось, да? Да, приходилось. Я работала с Международным фондом развития сельских территорий одно время. Мы ездили с лекциями как раз. И лекция, практикум, то есть там такие вот сложные были занятия. То есть пытались даже как-то воплощать какие-то идеи вместе с местными жителями. Изначально, да, 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 да. Где-то там у клуба, кто-то там на своем подворье, кто-то действительно хотел воплотить. То есть я проводила как мастер-класс и практикум. Кто-то быстренько-быстренько что-то делал на бумажке, и вот свои идеи тут же свежие воплощали. Трудно идет, очень много вопросов возникает. У нас вот там не хватает этого, мы не можем сделать так, не хватает средств. Там, конечно, вот у них там фонтаны, вот у них там камни и все. А из чего нам делать? То есть, ну, пугало собрали, там куда-то поставили, грубо-элементарно. Опять же, приходится говорить о том, что дизайн среды – это не обязательно материалы. Когда говорят евроремонт, это не пластиковый плинтус, это прежде всего качество, исполнение и удобство. Вот та же эргономика, возвращаясь к ней. То же самое подворье. Любое подворье может иметь свое лицо, индивидуальное. Сейчас очень мало людей держат на самом деле домашнее хозяйство, и сказать, что они круглосуточно заняты невозможно. То есть всегда можно найти время для того, чтобы вымести дорожку, или собрать листья излишние какие-то, или сделать систему движения по двору там уже, какую-то интересную, яркую. Водоемы совершенно недорогостоящие можно сделать своими руками. Но если кто-то хочет вот это сделать, где он может-то поискать? В интернете могут найти какие-то проекты готовые есть? Есть готовые проекты, есть масса литературы специальной, есть статьи, есть подписки бесплатные. Можно ли как-то по-дизайнерски, по-художнически подойти вот к чему? Ну, скажем, дом стоит внизу, то ли овраговская, овражная какая-то местность, то ли река, допустим, или как у нас в городе, по пересеченке, и все. Ну, вы не поверите, что люди, которые имеют участок на равнине, частенько устраивают себе специальные пригорочки или низинки, потому что вот такой вот динамичный ландшафт гораздо интереснее смотрится, чем равнинный. Поэтому, ну, вот с высокими местами, какими-то возвышенностями, где даже еще проще. Там террасы, где-то мы уходим и решаем проблему пересыхания, например, или ветривание автополивом, или капельным поливом и так далее, да, и террасирование. Ну, немножко дороже, потому что там подпорные стены какие-то нужно делать, то есть это какие-то энергозатратные, скажем так, проекты. С низинами там потруднее, потому что там нужно решать вопросы вот о отведении и качество грунта, потому что почва тоже не всякая плодородная является, да, может быть, закисление и так далее. А низинные, они постоянно заболачиваются, то есть там влажность высокая, поэтому не всякое растение там можно вырастить. Но там тоже решаемые вопросы, особенно учитывая современную тенденцию, такую, как вот, ну, экологическое направление, когда закрытые экосистемы создаются без электрических фильтров, например, да, там каких-то, то есть биофильтрация, растения-фильтры. В общем, технологии много позволяют? Да, вполне. Как экологический насос береза. У нее очень большое водопотребление. Ее используют для таких заболоченных участков. Водоем искусственный, как водонакопитель, водоотведение, дренажные системы, современная масса решений всех этих вопросов. Именно вот таких, дизайнерских. И потом уже вверх уходя и закрывая, сделать это еще и красиво. То есть это и эргономика получается, и красота уже, да? Да, и эстетика, безусловно. Сад должен радовать. Какой-то социальной силой является ли дизайн, допустим, в рекламе, я не знаю, в оформлении как-то чего-нибудь? Или все зависит от восприятия человека? Дизайнер-исполнитель. Мы уже говорили, что это прикладное искусство действия. Прикладное, практическое. То есть мы получаем конкретную задачу и воплощаем эту конкретную задачу. И в данном случае заказчик всегда прав. Поэтому не каждый художник может быть дизайнером. Потому что художник передает свое ощущение от мира и отдает результат. И окружающие могут его воспринимать, могут трактовать по-разному, переосмысливать. То есть художник несет несколько посылов одновременно. То есть он передает информацию. Дизайнер отдает конкретный ответ. Вот вопрос и вот ответ. И он может быть принят или отвергнут. Он может нравиться или не нравиться. Но задача выполнена. И она точна и конкретна. Но все субъективно. Белый цвет. Для кого-то это сахар, это сладкое что-то. Для кого-то это белый саван. Это очень индивидуально. Но когда заказчик хочет сказать в рекламе, например, какие-то определенные цели есть. Привлечь внимание, продать некий продукт. То, безусловно, это оказывает конкретное влияние. Если это политический, графический дизайн, листовка, если это листовка политического содержания, безусловно, она будет нести информацию определенного характера. Получается, что это не просто творчество уже. Пусть даже на заказах чуть ли не культура целая, что ли, дизайн тогда. Слишком уже много здесь соединяется, скажем, и эргономика, и экономика, и живопись, и рисунок, и графика. Скорее, цветоведение, живопись, как инструмент, наверное, нет. Все-таки цвет. Цвет больше, да? И психология, и философия. Конечно, да, целый мир. А можно ли, несмотря на, скажем, заказ, или как-то пусть это в заказ, чувственную какую-то информацию? Есть ли в этом? Или все-таки, я не знаю, в общем? Много себя вкладывать нельзя. Себя нельзя вкладывать в проект. Проект только свои знания, умения и навыки, потому что в любом случае мы отражаем потребителя, заказчика, чтобы человеку понравилось. Потому что, по сути, задача дизайна – некий продукт создать и его передать потребителю. То есть, по сути, заработать на этом денег. Чтобы активно осуществлять деятельность продажи, нужно говорить с человеком на его языке. Психологи говорят о репрезентативных системах, сенсорных, ведущих. Визуальное, аудиальное, киностетическое и так далее. То есть, если мы будем говорить визуалу, некую информацию доносить по радио, и нет картинки, он может это не запомнить и не воспринять вообще. Или если аудиалу показывать красивую картинку, но звук выключить, до него тоже не дойдет. Вот он забудет, это будет проходящая информация. Некоторым потребителям нужно все потрогать. Есть категория людей, которые ходят в магазин, и независимо от того, собираются ли они это купить, обязательно будут разглядывать, потрогать, потому что это нужно ощутить на кончиках пальца. Это важно. И последнее, может быть, а вот что делать нам, с чего исходить, человеку отдельно в доме или, скажем, в городе, чтобы покрасивее было вокруг. Как вы знали, что вы могли подсказать? Красивее смотреть вокруг. Говорят, у детей такая богатая фантазия, они рисуют такие сложные рисунки, лепят чудовище, все остальное. На самом деле богатство фантазии, творчество, вот этих идей проистекает от объема информации. И чем больше человек знает, чем больше видит, тем богаче потом результат, безусловно. Поэтому мы всю жизнь учимся, мы приобретаем что-то. Вопрос другой, что когда нас убедили в том, что мы не умеем рисовать, мы не умеем ничего делать, еще, наверное, в детском саду, то сложно уже фантазировать. И чем старше мы становимся, тем более критичными к себе. Когда ребенок рисует, у него же все получилось. Не важно, что у лошади три ноги. То есть там все хорошо. А взрослый человек, ой, у меня вот не получается, я это не смогу, у меня не получится. Ну какой из меня дизайнер, боже мой, слово такое страшное. Каждый может. В общем, чтобы жить в красоте, дизайнер Оксана Красницкая советует смотреть вокруг и учиться, как делать красивым, так я понимаю, да? Да, общаться, искать идеи и воплощать их, не бояться их воплощать. С нами был художник и дизайнер Оксана Красницкая, и мы говорили о красоте вокруг нас. Как только кто-нибудь в искусстве работает, начиная отрадить денег, прощай, надежда, на хорошее произведение. Так сказал Баклер. Искусство чистое и коммерческое. Могут ли они сосуществовать в единстве? Поговорим об этом. Наш гость – художник Оксана Евдокименко. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Давайте наш сегодняшний разговор. Мы начнем с определения такого космического понятия, как искусство. Что оно для вас? Искусство – это, наверное, то, что создает человек с определенными способностями, творец, если говорить высокопарно. И то, что отличает это произведение от таких же произведений, это можно назвать произведением искусства. Скажите, вот образы, которые рождаются на ваших картинах, как они приходят? Как говорится, аппетит приходит во время еды, и все мои образы, они приходят в процессе работы. То есть иногда я даже подхожу к холсту, я иногда не уверена, что я хочу сделать. Но стоит начать и поработать. И эти образы, они цепляются один за другой и появляются. То есть такого нету, что вот сегодня я нарисую пейзаж такой-то? Ну, вы знаете, многие художники так работают, а мне это неинтересно. Мне неинтересна такая вот спланированность действия. Если это какой-нибудь заказ, я знаю, что мне сегодня нужно сделать дерево или пейзаж, то я это делаю. А мне интересна вот какая-то спонтанность, может быть. Творчество непредсказуемо? Да. Тогда, когда это непредсказуемо, это получается живо, не спланированно. И лично для меня это интересно. Любое действие человека имеет какой-то мотив. В чем мотивация творца? Творец или человек, который... или художник, это человек, который не может не делать. То есть это то, что внутри тебя, и это настолько сильно, и настолько... Оно сильнее тебя, и оно определяет всю твою деятельность, определяет твое настроение и рвется наружу. Успех в сфере искусства, будь то живопись, кино, музыка, литература, неважно. Сколько в этом таланта творца, а сколько успешного пиара? Вообще успех в любом творчестве — это, наверное, череда каких-то совпадений. В первую очередь, это твое желание, твоя трудоспособность. Это встреча, наверное, может быть, с нужными людьми в нужное время, в нужном месте. Но и твой характер, то есть какая-то, наверное, напористость, может быть, активная жизненная позиция. Но если все это будет и не будет какого-то одного процента, может быть, таланта, то это все будет, может, ненастоящее. На арт-рынке есть свои бренды, и порой они очень дорогие. Но многие критики некоторое произведение такого искусства, в общем, оценивают достаточно низко. А как вы считаете, где та самая грань между подлинным искусством и удачным брендингом? Вообще без хорошей пиар-компании, без какой-то раскрутки, наверное, трудно представить произведение искусства. И, конечно же, продать его за какие-то баснословные деньги. Но есть критики, есть галеристы, кураторы, которые продвигают вот эти произведения и задают им цену. И таким образом задают какую-то моду в изобразительном искусстве, на рынке изобразительного искусства. Но ведь не всегда модное произведение может быть истинным произведением искусства, высокохудожественным. То есть нужно попасть в мейнстрим просто, да? Да, нужно попасть, грубо говоря, быть на волне. Потому что через, может быть, месяц, или через неделю, или через год появится мода на что-то другое. И ты уже не интересен? Да, ты уже не интересен. В интернете есть такой интересный тест. Найдите, где картина художника-авангардиста, а где детский рисунок. Вот лично у меня знакомых, которые прошли этот тест, нет. Художник-авангардист, человек, который создает такие вот абстрактные вещи, то есть делать абстракцию – это тоже очень сложно. Потому что почему сравнивают художника-авангардиста и ребенка? Ребенок маленький в три года, он совершенно не думает, что он делает. То есть говорят же, что все маленькие дети лет до пяти, до семи – это художники. А взрослый человек, который прошел школу, не одну школу изобразительного искусства, у него в голове какие-то каноны, какие-то нормы. И да, он умеет все изображать, он хороший мастер, хороший рисовальщик. Но вот откинуть все вот эти условности и начинать так писать, как пишет маленький трехлетний ребенок, это может не каждый. На это нужен талант? На это не то, что нужен талант. Наверное, на это нужна какая-то цель – писать именно какие-то цветовые абстрактные работы. И время, и желание, потому что чем дольше ты пишешь, тем больше у тебя появляются какие-то непредсказуемые вещи, которые хорошо смотрятся. А именно абстракция – это именно непредсказуемая вещь, которая хорошо смотрится. Простому зрителю это часто непонятно. Художник вообще должен что-то доказывать своим творчеством? Нет. Художник никому ничего не должен, и каждый художник делает только для себя. То есть нужно именно удовлетворить свою потребность в том, что ты делаешь. И большинство людей, конечно, тебя не поймут. Но я считаю, что если художник что-то делает, и он делает это искренне и по-настоящему, то есть если что-то делается, оно кому-то нужно. Ты главное делай, на тебя найдутся ценители, покупатели, галеристы, которые тебя ценят и раскрутят, и продадут. Творчество самодостаточно, да? Да. Скажите, коммерческий успех, он стимулирует к творчеству или ставит его на конвейер? Коммерческий успех, конечно, стимулирует. Ведь когда ты пишешь работу, ты, в принципе, не думаешь о том, что ты ее продашь. Это в идеале, так должно быть. Но когда ты уже сделал картину, допустим, эта картина висит в галерее, и она настолько понравилась какому-то человеку, что он хочет ее купить, это ведь здорово. Главное быть собой и не думать о деньгах. Но когда ты это сделаешь, это купят, это тебя стимулирует, это прекрасно. Ну хорошо, повезло художнику. Купили картину, или он встретил отличного арт-дилера или галериста, на него выстроилась очередь. Ведь он же начинает работать быстрее, больше, ну это же уже штамповка какая-то. Это все очень относительно. Обычно галерист, который с художником заключает договор, там много условностей в этих контрактах. И художник, он сам соглашается на это. Не нужно все так воспринимать буквально, раз ты заключил контракт с какой-то галереей, ты потеряешь себя. Все можно совмещать, и на это есть очень много примеров художников, которые успешны, и они делают хорошие вещи. У вас не бывает ощущения, что с работы к покупателю, в общем-то, к чужому человеку уходит часть вашей жизни и души? Что вы от себя что-то отрываете? Нет. Наоборот, приятно. И я уже говорила, что когда человеку настолько понравилась твоя работа, картина, и он настолько, что он не пожалел на нее деньги, и, значит, он почувствовал ту энергию, которую ты передал в картину, и он этому радуется, и ты радуешься тому, что человеку приятно, она радует его работа, то отдавать всегда приятнее, чем получать. Энергии просто... Энергия — это энергия, ее не становится у тебя меньше. Как вы думаете, из коммерческого проекта может родиться произведение искусства? Да, может. И вся эпоха Возрождения тому пример. Та же Сикстинская капелла, тот же Давид Леонардо — это все удачные, хорошие заказы художников того времени. И то время, когда художник прежде рисует, а потом уже думает, как же я продам свою картину, наступило, наверное, может быть, в начале XIX века, когда появились импрессионисты, которые стали свободно писать. А до этого это все были заказы, и это удачные коммерческие проекты. И художники были богатыми и успешными людьми, да? Ну, не все. На одного успешного сотня неуспешных. Как везде, как всегда. Эксперты аукционного дома «Кристис» говорят о том, что страховая стоимость «Мон и Лизы» по слухам — 3 миллиарда долларов. Получается, все в мире имеет цену, даже бесценное. Оценка произведений искусств — это условность. И эксперты «Кристи» или «Сотбис» — это люди, которые просто выполняют свою работу, которые оценивают произведения искусства. Да, все имеет свою стоимость. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я лично для себя сделала такой вывод. И вот искусство, оно вне времени. И главная его цель, наверное, менять человека в лучшую сторону, чтобы он менял мир в лучшую сторону. Я просто считаю, что художников очень мало, а людей, которые не рисуют, много. И, наверное, художник, который пишет картины, он прежде всего меняет себя. Ну, меняет себя. Но если посредством его искусства меняется кто-то и становится лучше, это ведь чудесно. Спасибо большое вам за беседу, Оксана. Это «Время арт». Сегодня мы говорили об искусстве и коммерции. У нас в гостях была художник Оксана Юдакименко. Субтитры создавал DimaTorzok